Решение ЕС по Лукашенко – окончательный разлом между Востоком и Западом. Статья за 19 сентября 2020 года в журналистской правде. Григорий Игнатов. Больше месяца казалось, что противостояние Лукашенко и белорусской оппозиции остается внутренним делом Белоруссии. И в таком качестве, несмотря на достаточно пологую динамику снижения протестной активности, рано или поздно должно было затухнуть и исчерпать себя. Но достаточно неожиданно в вопрос решили вмешаться европейские страны. Сначала поодиночке одна за другой, а уж потом на уровне всего ЕС. Зачем это было сделано? Непонятный и абсурдный парадокс. Что такое разумная и прагматичная политика, если отвлечься от моральных принципов? Сотрудничество с партнером, который, во-первых, тебе выгоден, а во-вторых, предсказуем и стабилен. Что и реализовалось вполне еще пару месяцев назад. Лукашенко вовсю дружил с Европой в лице соседних стран, отправлял грузы через литовские порты, импортировал и экспортировал разнообразные товары в Польшу и из нее, но и с Украиной тоже был приличный товарооборот. Словом, Лукашенко был во всех отношениях выгодным партнером и, рассуждая прагматично, должен был бы им оставаться. Но после августовских выборов начинают происходить чудеса, которые вписываются в стратегию на зло маме, уши от морожью. Литва отказалась считать батьку президентом, а тот в ответ дал приказ перенаправить грузовые потоки через Россию. В итоге Литва потеряла до 30% своего бюджета, пополнявшегося из транзита. 30, блин, процентов! Треть денег страны! Из-за чего? Из-за собственной вредности? Да к вредности гордость на хлеб не намажешь, в печке не сожжешь. Точно так же поступила Украина, которая немножко помялась ноги на ногу, но тоже, сглотнув и выдохнув, не признала Лукашенко законным лидером страны. Товарооборот в 5 миллиардов долларов остался в прошлом. Молодцы! Ну а там уже Польша, Эстония и так далее. И вот, наконец, Европарламент выдал итоговую резолюцию. Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны, сказано в заявлении представительного и законодательного органа. А чтобы резолюция ЕП прозвучала еще более убедительно, подключили ООН, Совет по правам человека, который также выпустил заявление, в котором требует от Лукашенко начать диалог с оппозицией, а также расследовать, компенсировать, допустить и так далее. В общем, все, кто мог высказаться из глобальных элит, высказались. Ах да, еще и США устами первого заместителя госсекретаря Стивена Бигана отказали Лукашенко в легитимности и призвали к новым выборам. В общем, западный консенсус по белорусскому вопросу достигнут. Вот только вопрос, к чему он приведет, а приведет он к окончательному оформлению конфигурации новой холодной войны. Белоруссия становится тем Вьетнамом или Кореей, которые будут перетягивать Россию и ЕС США. Как мы помним, там тоже все уперлось в вопрос, у кого из двух лидеров в одной стране власть более легитимная. Но весь парадокс в том, что уж ладно там США, привычка вторая натура. В Вашингтоне давно уже действует по принципу «А Баба Яга против». Но ЕС! Зачем ЕС со всей его осторожностью, прагматизмом и здоровым цинизмом полез на эту елку? Ведь совершенно очевидно, что сказав А, придется сказать и Б, чтобы не выглядеть полными лохами и лузерами. Посылаем тебе, Билл Бонс, черную метку и даем сроку до 5 ноября. А не то! А что не то? Ну вот наступит 5 ноября. Лукашенко предсказуемо ничего не сделает. И каковы будут ваши действия? Примите новую резолюцию? Напишите в спортлото? Расплачьтесь? Обеспокоитесь еще более глубокой обеспокоенностью по сравнению с той, в которой вы сейчас обеспокоенно пребываете? Ведь даже утрированное послание Билли Бонсу завершить словами «А не то мы с тобой больше не играем» скорее всего не получится. Как это не играем? Ведем полную блокаду Белоруссию, отключим от того и закроем от всего. А что толку, если страна включена в контур жизнеобеспечения России? Вы с таким же успехом можете перестать играть с Омской областью из-за Навального. Она этого даже не почувствует, но зато обидится. И Белоруссия тоже обидится на такую политику. И в итоге получится, что вместо благодарности ЕС там в народе будет раздражение и антипатия. Далее. А чем ЕС может нажать на Россию, чтобы она не помогала Минску? Отменить открытие Северного потока-2? Очередной выстрел в собственную ногу? Депутат Бунденстага, член Комитета по международным делам Вальдемар Герт, назвал риски при отказе от строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает РИА Новости. Северный поток – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим Северный поток-2, то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фермам, заявил политик. Депутат добавил, что те политики, кто выступает за отказ от Северного потока-2, должны рассказать своим избирателям, что в результате этого поднимутся цены на энергоресурсы и в месяц за гад и свет придется платить на 20% больше. А чем ЕС поможет тем странам, соседям Беларуси, которые потерпели убытки от своей политической недальновидности? Компенсирует Литве те самые 30% бюджета? Серьезно верится с трудом. Благодарит за принципиальность и на том спасибо. Либо, скажем прямо, ни ЕС, ни тем более США и Британия не находятся сейчас в том состоянии, в котором можно вести с кем-либо полноценную, холодную, читая экономическую, войну. Тем более, что одну такую войну с Китаем США с треском проигрывают. А что будет, если Китай, Россия и Иран и прочая Евразия с примкнувшим к ним изрядным куском Африки сами начнут отгораживаться от невменяшек, оседлавших обе стороны Атлантики? Вот эта странная, как здрасте, принципиальность, которая несет с собой репутационный позор, финансовые издержки и огромное геополитическое напряжение, она уместна? Она ничего не дает, зато многое разрушает. А вообще, более точное имя для нее дурость и склочность, потому что человека, который отморозит уши на зло кому-нибудь, все-таки сложно назвать принципиальным. Он просто дурак. Григорий Игнатов. Решение ЕС по Лукашенко. Окончательный разлом между Востоком и Западом.